Привет, мои хорошие! Добро пожаловать в мое новое супер мотивационное видео! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости, спасибо, что остаетесь со мной. Сегодня будет супер мотивация на уборку, также покажу вам немножечко готовки, покажу новый рецептик, по крайней мере для меня. Будем использовать новую формочку, которую мама мне подарила, также покажу вам новиночку, которая у меня появилась, очень крутая вещица. Привет, друзья! Мы тут с Вивочкой уже готовы, готовы приступать к делам на этот день. Убиралась я постепенно, поэтапно. Сегодня первый день, дальше вы все подробнее узнаете. Ну что, давайте приступать? Поехали! Еще раз вас приветствую, мои хорошие! Я так по вам соскучилась! Я надеюсь, вы тоже ждали мое новое видео. Сегодня будет просто мега-мотивация! Сегодня будет и организация хранения специй. И я буду перестилать чехол на гладильной доске, чистить утюг. В общем, столько всего будет. Не хочу раскрывать всех сюрпризиков, поэтому все вы дальше увидите. Убираться я буду 5 дней. Уборка эта будет такая, можно сказать, по зонам. Вот вам уже показала, какой сильный налет на раковине, в душевой кабинке, какая грязь. Заняться уборкой стиральной машинки, потому что там тоже в этих резиночках что-то забилось. Хочу ее почистить лимонной кислотой. В общем, сейчас быстренько всем начнем заниматься. Вдохновляйтесь, заряжайтесь, берите с собой горяченькие напиточки, кофе, чай, вкусняшки. Если хотите, можете вместе со мной убираться. Давайте приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас мне нужно почистить унитаз Сначала я распределяю средства внутри унитаза по окантовке Делаю это разными средствами Бывает это до местос, бывает это еще какое-либо средство оставляю на некоторое время и пока протираю унитаз сверху сначала я делаю это обычной микрофибровой тряпочкой она у меня отдельно для унитаза висит сбоку от него всегда ее в конце промываю мыльным раствором либо таким гелем либо кидаю в стирку потом обязательно после этого я антибактериальными салфетками прохожусь заново по поверхности всего унитаза дальше я прохожусь ёршиком и закрываю унитаз чтобы средство поработало заменяю уже где-то недельные полотенца на чистенькие свеженькие которые у меня лежат в ящичке постиранные поглаженные в общем сразу такое ощущение приятное дальше мне нужно помыть душевую кабинку она тоже очень-очень быстро превращается во что-то непонятное такой налет появляется какие-то разводы какая-то грязь я в этой кабинке моющую вивусечку вообще по идее нужно мыть чаще но к сожалению как получается так я и делаю стараюсь делать это чаще но когда снимаю видео я прям радуюсь потому что виден результат до после меня это еще так мотивирует я надеюсь вас это тоже заряжает на уборку на мотивацию лично меня такие видео очень сильно вдохновляют дальше хочу почистить стиральную машинку лимонной кислотой знаю что это такой спорный вариант кто-то считает что это вредит машинке кто-то считает что можно так чистить но я решила попробовать у меня мама так делала я засыпаю где-то 5 ложечек лимонной кислоты в отсек для порошка как раз у меня постираются тряпочки я их туда забросила в барабан поставила на самый горячий режим 95 градусов занимаюсь протиранием поверхности машинки сверху все протираю за порошком за такими баночками с кляночками протираю дверцу барабана сбоку протираю машинку пока у меня идет стирка в стиральной машинке я решила почистить коврик для ног вообще я мечтаю его поменять уже очень давно но пока что мы этого не сделали пользуемся пока тем что имеем чищу его очень много собралось на нем волос потому что я расчесываю санузле в душ ходим и конечно же волосы осыпаются дальше я мою полы решила сделать это вручную уже знаете мы все так обленились расслабились уже вручную помыть что-то звучит так в дико но иногда нужно обязательно это делать чтобы тщательнее все промыть а вот прекрасный результат после как же приятно заходить в такую душевую комнату чистенькие свеженькие полотенчики висят чистый унитаз свеженькая туалетная бумага туалетный ёршик чистый нет на нем пыли сверкает зеркало сверкает раковин красивенькая новенькая белоснежная зубная щеточка стоит на раковине все аккуратненько сложно душевая кабинка помыта красивая без налета без грязи глаз не нарадуется стиральная машинка изнутри снаружи чистенькая сзади корзины для белья тоже все убрано все чисто все прибрано нет нигде никакой пыли волос грязи коврик для ног очень красивый чистый свеженький волосы не прилипают к ногам в общем просто шикарно дальше мне нужно помыть сначала всю посуду которая у меня стоит в раковине чтобы хорошо помыть саму раковину делаю я это также сифом потом протираю все вокруг протираю всю посуду знаете раньше в предыдущем видео с уборкой таком своем масштабном видео я вам рассказывала что у меня очень часто бывает скапливается посуда прям гора посуды что сразу я это не помою получается такая грубо говоря неприятная ситуация да что посуды просто гора но сейчас я такого не допускаю и угадайте почему потому что я увидела тараканов до тараканов вы можете сказать что а чего же ты хотела конечно сейчас я делаю совершенно по-другому каждый раз после того как мы поели я сразу же мою посуду и не просто ее мою а высушиваю полотенцем все вокруг саму посуду плиту протираю насухо начисто в общем как говорится нет худа без добра сейчас тараканов к счастью нет мы пользуемся специальным средством иногда когда их видим это бывает очень редко но как говорится метко потому что это очень противно чтобы этого не допускать а потому что я очень такая брезгливая я держу чистоту и порядок по крайней мере очень стараюсь чтобы всегда там было чисто убрано и сухо наступил второй день показываю вам результат чистки стиральной машинки очень хорошо все почистилось самое главное было чтобы еще трубы почистились потому что в них по-любому остается какая-нибудь плесень сейчас моя задача закинуть постельное белье в стиральную машинку и дальше мне надо будет его развешивать не люблю много засовывать белья в барабан потому что мне кажется но хуже простирается я так в меру засовываю белья насыпаю достаточно порошка для постельного белья я насыпаю больше порошка чем когда белья засовываю меньше ставлю я на стирку интенсивную на 60 минут 40 градусов когда что-то мне нужно там прямо стирать я ставлю на 60 градусов сейчас мы с вами испечем наивкуснейший пирог просто наивкуснейший я очень редко что-либо пеку можно сказать никогда мама мне подарила на новый год формочку сказала все теперь ты обязана что-либо печь мужу он будет довольный счастливый и радостный поэтому давай-ка ты доча любимая делай вкусняшки я нашла классный рецептик хочу с вами им поделиться для пирога нам понадобится два куриных яйца мы разбиваем в какую-нибудь чашечку мисочку где мы будем все перемешивать добавляем 3 четвертых стакана сахара 10 грамм ванильного сахара у меня был открытый пакетик там было 12 грамм поэтому я добавляю весь пакетик одну треть соли и все тщательно перемешиваем нам нужно отмерить 8 столовых ложек молока и 8 столовых ложек подсолнечного масла немножечко не досыпая до краев стакана такого где-то по 250 миллилитров нужно высыпать таких два стакана в нашу уже приготовленную смесь у меня к сожалению нет ситечка так я бы муку еще бы просеяла чтобы она обогатилась кислородом но я пытаюсь так как бы трясти стороны в сторону думаю это как бы хотя бы чуть-чуть поможет добавляю разрыхлитель у меня был тоже открытый пакетик как раз его и использую там нужно по моему в рецепте сказано что нужна чайная ложка с горкой у меня как раз получилось чайная ложка и в пакетике осталось буквально чуть-чуть я поэтому весь пакетик и высыпала смазала форму которую мама мне подарила сливочным маслом тесто показываю тоже готово достаточным осталось вишню у меня 300 грамм вишня замороженная без косточек можете добавить любую ягоду которую захотите добавила в вишню столовую ложку муки для того чтобы каждая ягодка отделялась от другой ягодки высыпаю вишню в тесто лишнюю муку я не высыпаю оставляю в тарелке просто выброшу тесто я выкладываю форму все до конца чтобы ничего не осталось ставлю разогреваться духовку на 180 градусов когда духовка разогрелась ставлю туда наш пирог посмотрите как он красиво поднимается ой это просто сказка достала вишневый пирог протыкаю шпажкой чтобы понять готов он или нет поняла что можно еще немножечко его в духовке довести накрываю фольгой так как он уже хорошо подрумянился мне больше не надо и ставлю еще на 10 минут как только время истекло достаю пирог выкладываю на доску к сожалению у меня нет красивой плоской большой тарелочки поэтому приходится делать это на доске надеюсь скоро у меня такая красивая посуда появится посыпаю сахарной пудрой она мне не тающая классная разрезаю пирог послушайте какие прекрасные звуки и 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 берите стаканчик молока что вы любите кофе чай с молоком это просто божественным теплый вкусный кисло-сладкий пирог и холодненькое молочко я очень советую вам приготовить такой пирог он получился такой нежный такой вкусный такой мягкий так как муж скоро придет с работы я специально спланировала приготовить пирог так чтобы он пришел и пирог был такой тепленький вкусный только что приготовленный так оно и получилось тем временем пока развешиваю белье вскоре пришел муж с работы и сделал мне такой сюрприз оказывается он по пути заказал и забрал вкусные роллы заказал для меня филадельфию для себя такие остренькие роллы такая уютная была атмосфера получился очень хороший вечер но уборку никто не отменял после классного вечера нужно дальше поубираться у нас же мотивация у нас же уборка так что девочки не расслабляемся пока готовила пирог увидела что духовка оказывается в таких жирных налетах каких-то потеках где-то два месяца я ее не мыла не убирала также нужно убрать всю посуду которая скопилась в процессе готовки нужно ее протереть насухо всем этим сейчас я и занимаюсь пока муж отдыхает после работы завтра муж тоже идет на работу работу никто не отменял мужа кормить надо самой кушать тоже надо в холодильнике закончилось что-либо мясное поэтому быстренько из полуфабрикатов которые я сама сделала заморозила недавно это куриные наггетсы я их быстренько выкладываю на сковородку и быстренько жарю на новый год вам показывала что родные подарили нам баночки для специй и немножечко самих специй мне нужно эти баночки хорошенечко помыть просушить и все свои специи засыпать в эти баночки так как их всего восемь штук это совсем немного специй у меня гораздо больше я сделала сколько хватило и еще баночки я заказала дальше вы все увидите сейчас я приступаю к мытью баночек мне нужно их хорошенечко помыть просушить дальше все специи я засыпаю которые поместились конечно же в эти баночки и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь для меня это такое удовольствие открыть ящичек, залезть в эти специи, выбрать ту, которую я хочу, а в основном я выбираю их несколько. В общем, теперь гораздо-гораздо лучше. Показываю вам результат того, как я помыла духовой шкаф. Все очень хорошо отмылось. Средство у меня жироудалитель от Unicum. Решетка сверкает, противень блестит. Показываю вам скребок специальный. Показывала вам его в прошлом большом мотивационном видео. Он очень классный. Все так хорошо удаляет. Мне он очень понравился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наступил третий день. Я организовываю, разбираю, перебираю, расхламляю свой комод. Мне нужно разобрать вещи, протереть все в комоде, все полочки, потому что я увидела, сколько же там пыли, волос, каких-то крошек собралось. Откуда в ящичке с нижним бельем столько мусора и грязи? Я не понимаю. Вот, значит, какая у меня тут картина. Здесь у меня такие ночнушки, какая-то домашняя одежда, вот это для спорта. Это значит, мне нужно что-то выкинуть, что-то просто отдать в добрые руки. Нижнее белье и что-то вот летнее. Нужно что-то постирать, что-то просто убрать. Это вивочки на одежде. И посмотрите, сколько пыли. Я не понимаю, откуда там это все берется. Ящики вроде закрыты. Наверное, это все-таки какая-то текстильная пыль, текстильная грязь, что-то сыпется, наверное, не знаю. В общем, собирается ее очень-очень много. Протерла каждый ящичек. Теперь обратно все красивенько складываю. Вивусечка тут лежит со мной, смотрит на меня, отдыхает. Показываю вам, как я все разложила. Это у меня первый ящичек с нижним бельем. Дальше второй ящичек с домашней одеждой. У меня такое вертикальное хранение. Дальше спортивная одежда. И ящичек с вивенными вещами. Показываю вам, какая большая кучка вещей собралась для того, чтобы отдать добрые руки. Люблю, когда у вещей есть вторая жизнь. И когда их не просто выбрасываешь, а когда знаешь, что они кому-то могут еще послужить. Принести огромную пользу людям. Теперь мне нужно протереть все шкафы. И в квартире сверху. Также обязательно делаю это на кухне. Вот эти ящички сверху протираю. Так как в прошлый раз, когда я протирала вот здесь наверху, на этих шкафчиках была не просто пыль и какой-то ссор, а была прям копоть какая-то. Потому что там, видать, все оседает, и жир, и воздух вот этот все вперемешку с пылью. Поэтому, чтобы не допускать этого вновь, я теперь почаще буду там протирать. Также протираю в зале шкаф. Переставляю все свои награды, кубки, медали в сторону, чтобы удобно было все протереть тщательно. Дальше убираю все с пола. То, что мешает роботу-пылесосу убираться. Поднимаю вивочки на место, поднимаю весы, они очень сильно запылились. Убираю обувь с прихожей, убираю коврик, потому что робот-пылесос не может по этому коврику ехать, он его засасывает. Убираю вивочкину пеленку как раз в стирку. Убираю ее мисочки, подстилку. Показываю вам, как я отодвигаю стулья, чтобы робот-пылесос мог проехать под столом удобнее. Поднимаю одеяло, убираю провода, вставляю сухой бак в робот-пылесос, и мы начинаем уборку. Я уже сбилась с учета, какой сегодня день. Я уже убираюсь в доме, что-либо меняю, сортирую, организую, прибираю. Сегодня я по плану буду перестилать чехол на гладильной доске, чистить утюг новым способом, который я увидела недавно. Также я поменяю плейсматы на кухонном столе. Новогодний декор я еще не убирала, буду это делать в следующих видео. Тоже вам обязательно все покажу, но сегодня я заменю всего лишь плейсматы. Я вам показывала в прошлых кадрах организацию хранения специй. У меня там всего лишь 8 баночек, 8 специй я рассортировала и заказала еще 12 таких же баночек. Поэтому мы с вами дальше еще попозже все это рассортируем. И, кстати, скоро придет муж с работы. Мне нужно успеть приготовить вкусный ужин. Впервые буду готовить спаржу с королевскими, по-моему, или тигровыми креветками. Недавно их купили. Со спагетти барилла номер 9. Я буду жарить креветки в соевом соусе и соусе торияки. Я думаю, получится очень вкусно. То есть у меня будут спагетти, спаржа и креветочки. Давайте покажу вам старый чехол, который у меня был на гладильной доске. Вот здесь у основания все гораздо получше выглядит. Ну, а вот здесь уже такие пятна. Видать, это накипь в утигеле, что он постоянно вот так брызгает коричневыми такими пятнами. В общем, это очень некрасиво. Мне захотелось это поменять. Мам посоветовала его не снимать. Получается постелить новый чехол поверх этого. Давайте попробуем это сделать. Мам посоветовала его не снимать. Мам посоветовала его не снимать. А я тем временем хочу почистить утюг. Он у меня запылился, стоит в уголке на пристройке на полу. Поэтому он такой пыльненький. Внутри в этом отсеке какая-то накипь уже. Тоже какая-то кополь, что ли, нагар. Не знаю, для меня почистить утюг это проблемно. Потому что я до сих пор не нашла никакого классного средства, чтобы его нормально очистить. Посмотрите, сколько там пыли, грязи. Ой, это просто ужас. Так вот. У меня раньше был специальный карандаш для чистки утюга. Но мне он безумно не понравился, потому что после чистки была такая вонь на всю квартиру, как будто я что-то спалила, сожгла. Так воняла квартира. Нам пришлось открывать все окна. И этот запах стоял, он такой едкий. Он долго не уходил. Был как бы еще такой дым, что ли. В общем, мне вообще не понравился тот карандаш. Нашла в интернете способ очистить утюг с помощью таблеток аспирина. Но когда я начала снимать данное видео, я не удосужилась посмотреть в аптечку, если у меня аспирин. Его не оказалось. Был парацетамол. Я решила, дай-ка я попробую парацетамолом. Ну, была не была. Что-то у меня получилось, что-то не получилось. Мне все равно результат не понравился. Я не знаю, девочки. Если вы знаете, как очистить утюг, я вас очень-очень прошу, пожалуйста, напишите в комментариях. Я буду вам просто признательна, как я могу очистить хорошо вот эту поверхность утюга, чтобы она блестела, чтобы она была как будто я его только что купила в магазине. Пожалуйста, оставьте. Я обязательно воспользуюсь вашим советом. На столе я поменяла плейсматы. У меня были прямоугольные. Покупали их давно, наверное, года полтора назад. Сейчас у меня появились новые плейсматы, круглые, очень красивые, такие плетеные. Также муж недавно дарил цветочки. Ухаживала за цветочками. Думала, как лучше поставить вот эту свою как бы мини-композицию на плейсмат или просто решила, что так будет симпатичнее. А эти плейсматы лишние я убираю под кровать до того времени, когда они мне понадобятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас мне нужно приготовить очень вкусный ужин. Муж скоро придет с работы. Я запланировала приготовить спагетти барила номер 9. Мужу очень нравятся они. Также хочу впервые отварить спаржу, зная, что ее, по-моему, как-то еще в духовке готовят. Я решила просто их отварить. Там на этикетке написано, как это делать. Ничего сложного. Получилось очень вкусненько, легко и быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставлю сковородку на огонь, добавляю подсолнечное масло, добавляю кусочек сливочного. Так вкус и аромат получаются просто превосходным. Обжариваю чеснок сначала на масле. Затем я выкладываю на сковородку заранее очищенные подготовленные креветки. Затем я выкладываю на сковородку. Дальше на сковородку добавляю немножко соуса торияки и слегка соевого соуса. Выложила спаржу в кипящую воду и сейчас буду отваривать спагетти. Пришел муж с работы, я его попросила помочь мне, чтобы я слила воду с макарон. Дальше я добавляю подсолнечное масло в спагетти. Тщательно все перемешиваю. И вот такая красота получается. Обязательно попробуйте эту вкуснятину приготовить. Всем, кто кушает сейчас, я желаю приятного аппетита! Наступил пятый день. Я хочу завершить организацию хранения специй. Мне пришли еще 12 баночек. И давайте сейчас все доделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красивенько складываю баночки в ящик. К тем восьми баночкам добавляю эти. Думаю, как лучше их сложить, чтобы мне было удобно подальше убрать те баночки, которыми я реже пользуюсь. У меня осталось еще 4 пустые баночки, для которых у меня еще нет специй. Я обязательно куплю те, которыми буду пользоваться и досыплю в эти баночки. Эту коробку из-под обуви я пока еще оставлю, так как в ней у меня еще есть специи, оставшийся разрыхлитель, такие пакетики маги для куриной грудки. Чтобы у меня это просто не валялось в ящичке, я оставлю пока в этой коробке. Вот такой результат у нас с вами получился. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, мои хорошие, кто досмотрел до конца. Я вас люблю, целую. Надеюсь, я вас замотивировала на уборку, на организацию, хранение и на многое-многое другое. Мы с вами сегодня столько всего сделали. Мы увидимся с вами уже совсем-совсем скоро в моем новом видео. Все. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok